МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика, в студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Крым станет ближе, когда из Чебоксара в Симферополь будут летать самолеты. Будьте здоровы! Как не заболеть в период эпидемии гриппа? Новый год, новая жизнь. Какие законодательные изменения вступили в силу в 2017-м? Роль институтов гражданского общества растет, их поддержка в республике продолжится. Вопросы дальнейшего взаимодействия члена региональной общественной палаты обсудили сегодня с главой Чуваши. Действующий состав общественной палаты был сформирован в июле 2015-го, а уже через год ее ряды пополнили еще 12 членов. Сейчас этот институт в республике представляют 33 человека. Председатель палаты Алексей Судленков отмечает, за последнее время проделана колоссальная работа. Основной упор общественники делают на экспертизу нормативных актов, гражданский контроль и поддержку некоммерческих организаций. С НКО в общественной палате наладили тесное сотрудничество. По итогам декабрьского форума здесь намерены составить дорожную карту по реализации социально значимых проектов. Михаил Игнатьев заметил, что доверие к региональной палате повысилось. Очень много проблем, которые нужно разрешать. Плюс еще дополнительная нагрузка на вас ложится, потому что к вам все равно люди обращаются, они доверяют, прежде всего, общественную палату в целом, но и доверяют в отдельности каждую из вас. Это тоже очень важно. Когда есть принцип уважения и доверия, всегда выстраиваются хорошие доброжелательные отношения, и эти отношения мы умеем ценить. Какие проблемы общественники обсуждали на встрече с главой региона, расскажем в завтрашнем информационном выпуске. Ряд рабочих встреч провел сегодня глава Чувашии. Михаил Игнатьев встретился с главным редактором журнала «Моя империя» Сергеем Суслиным и председателем Совета старейшины Львом Кураковым. С председателем Совета старейшины Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашской республики Львом Кураковым, Михаил Игнатьев обсудил задачи, которые стоят перед регионом – создание рабочих мест и рост заработной платы. Лев Кураков отметил, как председатель, он видит, что Совет старейшин создан не ради галочки. Мы благодарны за то, что вы в силу своих возможностей всегда на наше предложение реагируете ответственно. Сколько можно смягчить обстановку, социальную обстановку для ветеранов вы создаете. Хочу выразить славу и благодарность за то, что в течение прошлого года мы конструктивно с вами взаимодействовали. Все эти пожелания, предложения со стороны ветеранов, которые обсуждали, спорили, соответственно, задавали неприятные вопросы членам правительства. Это значимо для нас, потому что тем самым мы минимизируем ошибки при принятии управленческих решений, при принятии норм действующих законодательств. У Сергея Суслина глава Чувашии поинтересовался, как журнал пережил год предыдущий, пожелал успехов на будущий, обсудили вопросы пропаганды, здорового образа жизни и отдельных видов спорта. Человек рожден для труда, гласит народная мудрость, но иногда случается так, что жизнь выбрасывает на скамейку запасных. Попасть в список безработных может каждый, но пока специалисты отмечают в этой сфере позитивную тенденцию. Количество безработных составляет в Чувашии 0,76 от экономически активного населения. По данным еженедельного мониторинга, численность официально зарегистрированных безработных граждан в Чувашии составила чуть больше 5000 человек. В этот же период прошлого года их было 4446. Самые низкие показатели в Комсомольском, Козловском и Маргаушском районах. Более 5,5 тысяч жителей республики находятся в режиме неполной занятости. Потребность работодателей в работниках составляет 16 437 единиц. Информацию о наличии вакансий предоставили 1902 работодателя. Всего же в нашей республике проживают чуть более 1 миллиона 200 тысяч человек. Причем из них 61% в городах и почти 40% в деревнях и селах. Резкая смена погоды, испытания даже для здоровых и для метеозависимых людей. Это скачки давления, головные боли, ноющие суставы. Словом, обостряются все хронические заболевания. К тому же ОРВИ никто не отменял. Во всех больницах республики уже действует карантин. Как уберечься от болезни, их последствия узнавали мои коллеги. Если вы еще не болеете гриппом, тогда мы идем к вам. И не с пустыми руками, а с набором самых необходимых средств в период роста заболеваемости. Это медицинская маска. Носить ее нужно в местах большого скопления людей. И не забывайте, что менять ее нужно каждый час. Обязательно проветривайте помещение. Чаще мойте руки с мылом. И дезинфицируйте предметы моющими средствами. Как уберечься от гриппа, вы знаете. А вот что делать, если симптомы болезни все-таки появились? Первое, что должен знать человек, это как нужно снизить самому температуру. И что аспирин мы не рекомендуем использовать. Рекомендуем использовать парацетамол. Хотя бы тот же банальный парацетамол, который многие знают. И после того, как человек заболел, он обязательно должен обратиться за медицинской помощью. Потому что есть разные течения болезни. Некоторые пациенты уже нашли свой способ борьбы с ОРВИ. Чтобы не болеть, мы кушаем лук, чеснок больше всего. Занимаемся физкультурой, катаемся на коньках. У меня внуки приезжают, и мы с удовольствием катаемся на коньках. Здоровый образ жизни нужно вести. Тогда не будем болеть. В республике растет количество больных гриппом и ОРВИ. Только в столице зарегистрировано больше трех тысяч случаев. Большая часть из них – дети и подростки до 17 лет. Введен режим ограничительных мероприятий и в нашем учреждении. Но это значит, что отдельный прием ведется для больных, которые болеют гриппом и ОРВИ. Это на строгое соблюдение санитарно-эпидемического, противоэпидемического режима в учреждении. Введем режим ограничения посещения стационара больных. Тяжело больным допускается только наш это по отдельным выпускам. Если ОРВИ – болезнь предсказуемая и методы лечения многим известны, то у метеозависимости нет четких очертаний. Это скорее совокупность факторов – хронических заболеваний, наследственности, возраста. В норме смена погоды вызывает сонливость, смену настроения. А вот выраженный дискомфорт говорит о повышенной метеочувствительности. Повышается давление, снижается сердцегиение, учащение, суставы болят очень. И на раз даже подняться невозможно. Таким людям мы рекомендуем в дни повышения или понижения атмосферного давления поменьше заниматься тяжелым физическим трудом, отдыхать, принимать успокоительные препараты, пустырник, валерьяну. И провести этот день опять же-таки не дома в заперти, а пойти погулять на свежем воздухе. Несмотря на скорое потепление, расслабляться не стоит. Ведь впереди крещенские морозы. А это значит, что необходимо быть предельно внимательными к своему здоровью. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Чего ждать жителям Чувашии в 2017 году? Какие новые нормативные документы вступят в силу уже совсем скоро, расскажет Юлия Важенина. Правительством России утверждены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги, вносимые гражданами. Так, наибольшее повышение на 7% ожидается в Москве. В Чувашии коммунальные услуги в 2017 году подорожают на 3,9%. Также утверждены предельно допустимые отклонения от индексов, установленных по нашей республике. Он составляет 2,3%. Получается, что максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги по отдельным муниципальным образованиям Чувашии составляет 6,2%. В среднем же по республике стоимость услуг подорожает на 3,9%. Произойдет это через полгода. С 1 июля в ближайшие 6 месяцев тарифы меняться не будут. Для тех, кто в этом году планирует пополнить ряды первоклашек и грызть гранит наук, изменились правила приема в начальную школу. Прежде всего, сроки подачи заявления с 30 января по 5 сентября. Кстати, в Чувашии появилась электронная очередь. А это значит, что подать заявление в первый класс можно двумя способами. В школе с помощью оператора или самостоятельно через портал образовательных услуг. Вне зависимости от способа подачи, все заявления регистрируются в единой электронной очереди. Различие заключается только в том, кто заполняет данные – оператор в школе или сам заявитель. Второй способ позволяет оперативнее подать заявление и прийти в школу лишь для подтверждения его регистрации в любое удобное время в течение 7 рабочих дней. Кстати, потренироваться составлять заявление можно на портале в режиме онлайн до 26 января. Если же для вас предпочтительнее заполнить заявление с оператором в школе, то прием на 2017-18 учебный год пройдет по определенному графику. 30 января принимаются заявления в школы Ленинского района, 31 в Калининского, а 1 февраля – Московского. Это что касается зарегистрированных на закрепленной территории дошколят. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется 1 июля. Изменения не обошлись стороной и тарифы на вывоз мусора. Еще в июле 2016 года полигон ТБО в Новочебоксарске, благодаря которому удалось начать рекультивацию печально известной пехтулинской свалки и решить ряд других экологических проблем, получил разрешение на работу с отходами с 1 по 4 класса опасности. То есть начал функционировать официально. Построен он был на деньги инвесторов, значит вложенное ими надо отдавать, причем с процентами. Возвращать подрядчикам затраченные средства планируется из разных источников, но вложиться придется и самим чебоксарцам. Управление отходами предлагает добавить к тарифу в 425 рублей за кубометр инвестиционную составляющую 935 рублей за тонну. Перевозчик будет вынужден переложить эти расходы на управляющие компании, а те в свою очередь на жителей. Специалисты управления по тарифам посчитали, плата для собственников жилья в среднем увеличится на 1,5 рубля за квадратный метр. Этот тариф начнет действовать предположительно с февраля 2017 года. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Из Чебоксар в Симферополь за 3,5 часа компания «Нордавиа» планирует возобновить прямые рейсы из столицы Чувашии в Крым. Начиная с 1 июня регулярные авиарейсы в столицу Крыма будут выполняться раз в неделю по пятницам на Боинге 737. Вылет из Чебоксар в Симферополь намечен на 17.50, прилет в Чебоксар на 16.50. О начале продажи билетов будет сообщено дополнительно. В прошлом году авиарейсы Чебоксара-Симферополь входили в список субсидируемых. В этом году ни один рейс из Чебоксар в этот перечень не вошел. Однако не исключено, что в течение года будут носиться коррективы и пассажирам все-таки предоставят субсидии. Депутат Чебоксарского городского собрания депутатов предстанет перед судом. Олега Елугина обвиняет в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. По версии следователей, народный избранник на протяжении полутора лет уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость. От налоговых органов депутат и по совместительству руководитель крупной организации скрыл более 9 миллионов рублей. В столичную инспекцию ФНС он предоставлял ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях. Следствие предъявляет народному избраннику и другие обвинения. Елугину предъявлено обвинение в мошенничестве при возмещении сумм НДС на общую сумму чуть менее 2 миллионов 200 тысяч рублей, которое было совершено в 2011, 2013, 2014 годах. Эти денежные средства были похищены из бюджета и в последующем ими обвиняемый распорядился по своему усмотрению. По уголовному делу была изъята вся необходимая бухгалтерская иная документация. Причастность обвиняемого к инкриминируемым ему деяниям подтверждается заключениями налоговой и семи почерковических судебных экспертиз. По уголовному делу допрошено более 60 свидетелей. Материал уголовного дела составили 21 том. В целях обеспечения возможности возмещения части причиненного бюджетной системе ущерба, по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль Land Rover. Вековой юбилей отмечает в этом году ветеран органов внутренних дел Чувашии, участница Великой Отечественной войны, лейтенант милиции в отставке Ксения Прокопьевна Редькова. Будучи военным фельдшером, она ходила в разведку, в тыл врага, служила в санчасти батальона аэродромного обслуживания, принимала участие в боевых вылетах и не раз спасала от смерти раненых бойцов, часто находясь на краю гибели. Накануне Ксению Редькову поздравляли со 100-летним юбилеем. О таких, как она, и снимали свои фильмы фронтовые кинооператоры. Уроженка деревни Хорнзор Цивильского района Ксения Редькова, получив медицинское образование, в конце 30-х годов 20-го века всю Великую Отечественную войну прослужила фельдшером. Спасала жизни солдат и офицеров. Часто сама оказывалась на волосок от гибели. 24-летняя Ксения принимала участие в обороне Москвы. За ее плечами решающие Сталинградская и Курская битвы. Под Сталинградом в составе разведгруппы она ходила, как говорят разведчики, за языками. Ее мужеству удивлялись даже враги. Ползем. И вдруг наши заметили три фигуры. Таких шеф-халатов, мас-халатов. Всех троих уложили. Уложили. Один прыгался, прыгался. Твой уже из твоих. То кумы-то изъяли, прибыли в штаб. Тепло, жарко. Я капюшон сняла. Волосы увидели они. Ох, говорят, у вас что, женщины ходят в рассветку? Удивились. За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Ксения Редькова награждена Орденом Красной Звезды и медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за взятие Берлина, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Ксения Редькова вернулась в родную Чувашию после войны в 1947 году и 35 лет прослужила в медсанчасти МВД. За отличную работу в органах МВД награждена многочисленными медалями. На столетие мамы, бабушки, прабабушки, коллеги и подруги собралось немало гостей. Поздравление с юбилеем прислал президент России Владимир Путин. Таких людей, как Ксения Прокопьевна, даже в нашей огромной стране очень немного. Со словами глубокой признательности Ксении Редьковой обратился глава Чувашия Михаил Игнатьев. Вы, практически участвуя в этих горячих боевых творчках, сделали мирное небо для нас, для молодого поколения. Низкий вам поклон. За многолетний добросовестный труд, на благо Чувашия и активную общественную деятельность Ксения Прокопьевна Редькова награждена медалью Ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Свет, камера, мотор. В минувшее воскресенье отмечался День детского кино. Его истоки уходят в конец 19 века. Тогда юные жители нашей страны впервые увидели фильмы на большом экране. Прошло более ста лет, на экранных сказках выросло не одно поколение. О магии детского кинематографа сегодня рассказали в одном из чебоксарских детских садов. Сколько человек нужно, чтобы снять фильм? Чем занимаются киностудии? И как оживают персонажи из детских сказок? Кажется, в столичном саду номер 146 готовы дать ответы на все вопросы. К празднованию Дня детского кино здесь подошли, как и полагается, творчески. В детском саду ожили кадры из любимых детских кинофильмов. Повсюду раскинулись сказочные инсталляции. Вот здесь, к примеру, северный олень, который уже ждет своих Кая и Герду, чтобы увезти их в замок Снежной королевы. Вместо воспитателей – незнайка и шапокляк, которые задают каверзные загадки. А по соседству девочка Чунга-Чанга приглашает всех ребят отправиться на жаркий Мадагаскар. В гостях у Красной Шапочки малыши учились не готовить пирожки, а рисовать кадры для будущей киноленты. В доме детского кино побывали ребята из нескольких чебоксарских садиков и школ. Мы прошли все станции. Мне понравился первый стад, где мы отгадывали загадки. Мы сегодня попробовали нарисовать самый настоящий мультик, как «Дядя работает на столе». Вот, у тебя все получилось? Да. Идея провести день детского кино в этом садике возникла не случайно. Мы считаем, что именно детское кино, мультфильмы, сказки имеют самое авторитетное и эффективное воспитательное значение. Ведь и мы сами выросли на сказочных героях. Именно через сказочных героев мы начинаем познавать окружающий мир, начинаем по-другому относиться к себе, к жизни, к родным. Морозка, конек, горбунок, доктор Айболит, кощей бессмертный, золушка. Некоторым из этих сказок более ста лет. Возможно, кто-то скажет, что они устарели, но, как показывает опыт, ничего лучше и убедительнее пока не придумано. А значит, на этих и других персонажей по-прежнему возлагается ответственная задача – помочь маленькому человеку стать личностью с большой буквы. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Наши новости и программы вы можете смотреть на сайте ntrk21.ru. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова